Добрый вечер. Это суть недели. Сегодня мы расскажем вам вот о чем. События недели. На минувшей неделе центральный штаб Общероссийского народного фронта подвел итоги работы по контролю над исполнением поручения президента России. Количество поручений растет. А как они исполняются? Дата недели. 9 октября 1874 года был создан Всемирный почтовый союз. Этот день отмечается во всем мире как День почты. Нашу почту в последнее время часто критикуют. Вот только всегда ли заслуженно? И тема недели. Осень. Конец летнего концертно-фестивального сезона. Чем он нас порадовал и что ждет нас впереди? Общероссийский народный фронт становится заметным общественно-политическим явлением на российской политической сцене. С ним даже связывают некие эксклюзивные права в некоторых наиболее важных направлениях государственной политики. Мой гость сегодня Равиль Камильевич Хуснулин. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан. Попробуем получить от него информацию, что называется, из первых рук. Народный фронт в настоящее время приобрел статус такой околопрезидентской структуры, которая контролирует множество его указаний. Как они исполняются правительством, другими органами. Вот как наш Татарстанский Общероссийский народный фронт здесь в этом вопросе себя чувствует? Много поручений по Татарстану? Вы знаете, у нас ведь нет отдельных поручений по Татарстану. У нас есть поручения, которые дает президент, лидер фронта по итогам тех или иных мероприятий, которые Народный фронт проводит. Вот, например, форум действий, который является что-то типа съезда. Там обсуждаются актуальные вопросы всех регионов, которые касаются и данных раньше поручений, и майских указов. И по итогам каждого форума появляются какие-то дополнительные поручения тем или иным министерствам, ведомствам. Поэтому вот те поручения, которые есть, они касаются так или иначе всех сфер жизнедеятельности общества, и в Татарстане в том числе. И, конечно, мы смотрим за тем, как исполнительная власть реагирует на эти поручения, как они выполняются. И на сайте Народного фронта есть даже, как говорится, в онлайн-режиме страничка, которая позволяет смотреть за тем, как в регионах, по какому конкретно поручению, по какому конкретно указу регион занимает какое место, какой рейтинг. Потому что идет постоянный, буквально ежесуточный мониторинг исполнения и поручений, и майских указов. И мы тоже стараемся, как говорится, свою лепту в этом внести. И у нас огромное количество информации, которую мы получаем от граждан. То есть вы получаетесь так посередине, между высшими должностными лицами страны и гражданами, которые к вам стали обращаться в большом количестве. — Фактически получается так, что Народный фронт создавался, как некий информационный портал между людьми и напрямую высшим руководством страны. Почему, собственно, лидером фронта является Владимир Владимирович Путин. И мы в самом деле пропрезидентская структура. — Ну это понятно. — Люди просто поверили в то, что это реальная структура, к которой можно обращаться. — Что это рабочая структура, что там не будет простых отписок и не будет отфутболивания проблем. И мы стараемся, конечно, к каждому обращению относиться очень серьезно, вдумчиво, проверять его. И практика показывает наше каждодневное, что мы какие-то вопросы в самом деле застарелые решаем. — Ну вот я знаю, что ваш фронт здесь, в Республике Татарстан, много внимания уделяет проблеме ЖКХ. Ну это одна из таких вот проблем, скажем, центральных нашей страны, потому что действительно там много чего творится нехорошего. И это напрямую затрагивает интересы населения. Вот в этой части что вы делаете сейчас? — У нас сейчас как раз по вопросам ЖКХ, вы хорошо затронули эту тему. Мы проводили однажды расширенное заседание штаба, это было в конце 2013 года. Повестка звучала так, о системных проблемах в области жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас мы проводим вот в конце октября еще одно расширенное заседание штаба, уже с учетом того, тех вопросов... — Снова по ЖКХ? — Снова по ЖКХ. — То есть за два года что-то произошло, что-то сделано? — Мы смотрим, что меняется, потому что нарисовалось, как говорится, очень много проблем, которые носят такой застарелый характер. И они, видимо, знаете, как говорится, глаза замылились у чиновников. Они настолько привычные, что на них уже не обращают внимания. А люди с этим проблемами живут. Вы знаете, я, наверное, не смогу похвастать такими глобальными успехами, но учитывая, что... — Ну вот в конкретных вопросах. — Это реальная проблема. Я считаю, что мы что-то сделали. Мы многим людям, которые к нам обращались, помогли решить вопрос, например, ремонта аварийного жилья. У нас обратились две многодетных мамы из Робинсловодского района, которые стояли в очереди с 7-го или 8-го года. У одной четверо детей, у другой шестеро детей. — На получение жилья? — Да. Одна из них уже сейчас имеет право на дотацию по линии медсельхоза. Вчера только мне позвонила руководитель исполкома, что они уже начали строить ей дом. Второй отремонтировали дом, она стоит на очереди, значит, и очередь двигается в конце концов. Потому что, когда мы начали смотреть ситуацию, оказалось так, что люди, которые после нее встали на очереди, уже получили жилье, а оно еще нет. Появилась некая тенденция к тому, что уже на тормозах не спускают вопросы, которые зреют очень давно. — Нет, ну, действительно, это возмутительно. Вот факты выявлены, все понятно. Ну, тут налоги не платят, там дольщиков обманывают, здесь присваивают деньги, которые выделены на питание детей, здесь не дают квартиры, там, где это положено. Ну, уже хочется каких-то мер, уже констатация никого не устраивает. — Вы знаете, Народный фронт ведь не может подменить какие-то структуры. — Это понятно. — Но поднять вопрос, обострить информационную проблему, тем более, что в отличие от чиновников, мы эти информации получаем очень конкретную и очень реальную, и огромный объем информации. И вот у меня сотрудники в исполкоме сидят допоздна и с утра, и потому что люди обращаются, потому что люди начинают верить. — Но грех будет обмануть их доверие. — Нельзя, нельзя. Есть, конечно, ситуации, когда люди считают, что вот мы просто обязаны им что-то сделать, хотя это совершенно не наша сфера деятельности, мы не можем себе подменить суды, мы не можем представлять их интересы в судах. — Нет, ну понятно, когда люди видят, что какая-то структура работает, они, конечно, заваливают ее всеми вопросами. — Конечно, конечно. Но те вопросы, которые касаются именно контекста исполнения поручений президента, те, которые вписываются в контекст майских указов, которые мы мониторим, те, которые вписываются фактически в то, что предписано уставом Народного фронта, мы этим занимаемся и от вопросов не уходим. — Я считаю, что вот то, что граждане обращают внимание, что они начинают отстаивать свои права, мы должны в этом им помочь. Это очень хорошо, потому что очень часто у нас ведь люди жили с ощущением того, что кто-то должен за них их проблемы решать. — Ну да, у нас был такой старый грех советский еще, но сейчас уже, по-моему, времена поменяются. — Времена меняются. Люди становятся более активными, более социально активными. К нам приходит очень много людей, которые не за страх, не за совесть, просто хотят за справедливость работать. И вот как раз от таких людей бывает огромный объем информации, объективный. Юристы приходят, приходят общественники, приходят люди, которые занимаются в промышленности, люди, которые участвуют в госзакупках, люди, которые участвуют в тендерах. И не дают огромный объем информации, который дает нам пищу для того, чтобы посмотреть на положение, сделать соответствующие запросы, ну и где-то, наверное, подправить то несправедливость, с которым люди сталкиваются. — Да. Ну что ж, Равел Каминович, спасибо вам. — Спасибо вам. — Я хочу пожелать и вам лично, и возглавляемому вами исполкому Татарстанскому Народного фронта активнее влиять на обстановку в республике. И сделать так, чтобы... Вот хорошо на первом этапе, когда обращений граждан все больше и больше, значит, поверили, значит, видят в вас какую-то надежду, но чтобы это, достигнув пика, это количество обращений начало снижаться не потому, что перестали вам верить, а потому что меньше в нашей жизни проблем и недостатков. И все-таки Карфаген должен быть разрушен, коррупция должна быть побеждена, коррупция, чиновничий произвол — это совершенно то, что, наверное, в сфере ваших полномочий и совершенно не имеет права на жизнь в нашей стране, потому что мы можем просто все потерять. Это, наверное, главный бич нашего общества, и просто вот бывает непонятно, как люди, находящиеся у власти, как люди, находящиеся на определенных вершинах, не понимают того, что они с этих вершин могут быть низвергнуты. Да, да, и причем очень больно. Да, падать всегда больно. Конечно. Спасибо вам. Вам спасибо. 9 октября — Всемирный день почты, который отмечают в системе Организации Объединенных Наций. Решение о праздновании этого дня принял 14-й Конгресс Всемирного Почтового Союза. А сама дата совпадает с днем создания этого союза в 1874 году. В 1969 на Конгрессе Союза Почтовиков, который проходил в Токио, этот день провозгласили Всемирным Днем Почты. Именно 9 октября в 1874 году представители 22 стран, включая Россию, подписали в Бьерне Бернский договор, согласно которому учредили Генеральный Почтовый Союз. В 1878 году название сменили, и Союз стал именоваться Всемирным Почтовым Союзом. Сегодня в своем составе этот союз насчитывает 189 стран. Начиная с 9 октября ежегодно во всем мире проводится Международная Неделя Письма. Согласно статистическим данным, Международная Почта разговаривает на 6800 языках. Это самая протяженная сеть физической доставки почты в мире. Россия — старейший член этой влиятельной международной организации. За 300 лет своего существования почтовая служба в России претерпела значительные изменения. С развитием новейших технологий появляются новые способы передачи информации на дальние расстояния. Однако почтовая служба до сих пор остается актуальной. На территории России работает более 40 тысяч отделений почтовой связи. В перевозке почтовых отправлений используется более 450 почтовых вагонов, примерно 17 тысяч автомобилей и более 360 авиарейсов. Ежегодно Почта России принимает, обрабатывает и доставляет около миллиарда писем. Около трех миллиардов печатных изданий. Более 12 миллионов посылок. И осуществляет около 44 миллионов денежных переводов. Регина Викторовна, поводом для нашей сегодняшней встречи послужил Международный день почты. Ну да, в рамках празднования Международной недели. Да, она продолжается неделю. Скажите, а у нас вот в России, у вас, в вашем предприятии, вы как-то отмечаете этот праздник? Да, в рамках празднования у нас проводятся расширенные филателлистические выставки, расширенные продажи именно знаков почтовой оплаты, поскольку все это связано. В некоторых почтамтах мы даже собираем любителей посткроссинга, они приносят свои открытки, мы организовываем выставки. Это больше для любителей филателлии, наверное. Вот этот праздник, он более заметен для этой категории людей. Скажите, Регина Викторовна, сегодня, конечно, почта в традиционном ее понимании выглядит несколько архаично. То есть, ну как бы да, ну кто сегодня пишет письма друг другу? Я вот уже давно не помню, чтобы я кому-то посылал письма или получал от кого-то. Естественно, все идет в электронном виде, все это идет уже через интернет. В связи с этим, вот почта, скажем, наша, татарстанская, ощущает падение объема переписки или нет? Ну, падение объема в переписке, как таковое, не замечается в связи с тем, что у нас очень большой объем письменной корреспонденции, которые рассылают юридические лица. Поэтому даже на сегодняшний день у нас принята новая концепция обслуживания юридических лиц, называется модель корпоративного обслуживания. И по республике будут выделены обособленные такие почтовые отделения, в которых будут обслуживаться только одни юридические лица. Речь идет о заказных письмах, то есть о письмах с уведомлением о вручении. Да, как о заказных письмах, так и о тех организациях, которые имеют интернет-магазины. Их становится с каждым днем все больше и больше. И поэтому вот этих вот предпринимателей, которые открывают интернет-магазины, что пользуются популярностью, сдают очень большие объемы почты посылочные лица. То есть вы, ну да, куда деваться интернет-магазин, он мимо вас никак не проскочит. И вот эти обороты растут. Семимильными шагами, можно сказать. Потому что даже вот год к году, особенно это вот в новогодний поток чувствуется, все, видимо, заказывают подарки на новогодние праздники. У нас вот поток входящих мелких пакетов в этом году в шесть раз превысил предыдущий год. Здорово. В шесть раз? Да, в шесть раз. Сильно. Ну, основная претензия, которая высказывалась в Почте России, она подвергалась такой критике очень жесткой. И в прессе, и везде по России это было. Это, конечно, ужасно несоразмерные сроки доставки корреспонденции. То есть когда-то там все терялось, куда-то выбрасывали. Все эти видео в интернете, где, помните, наверное, да, где все эти посылки куда-то свалились, пропали и так далее. Эта работа над ошибками проведена? Она проводится на регулярной основе. Поскольку качество и пересылки, и обработки, оно очень серьезно. В КПА директора каждого филиала записано именно улучшение качества как перевозки, так и обработки. Понятно, что человеческий фактор где-то как-то срабатывает, но у нас в республике хочется верить, что таких фактов нет. Вот японская делегация у нас приезжает 15 октября, будет здесь знакомиться, как работает почта Татарстана. И, соответственно, вот этот логистический центр, который у нас будет построен... Да, я хотел вот об этом спросить как раз. Вот расскажите про этот логистический центр, это очень интересно. Ну, это грандиозный проект, на самом деле. Логистический почтовый центр, он будет построен рядом с аэропортом города Казань. Соответственно, для того, чтобы можно было международную почту снимать с борта, и сразу, чтобы она поступала на обработку. Фантастическое абсолютно оборудование там будет установлено. Японское? Да-да. Ну, надеюсь, что японское. А японцы вот поэтому едут? Ну, они хотят посмотреть, как у нас идет обработка для того, чтобы сделать лучше. Ну, и, соответственно, вот я была в двух логистических центрах, которые у нас построены в России уже. Это Подольск, Подмосковье, и Санкт-Петербург. Ну, это что-то фантастическое на самом деле. Это такие транспортеры, такие конвейеры. Там сидит человек только на входе, когда он загружает посылки с контейнера. И все, дальше идет полностью сортировка, считывание индекса, все само по себе сортируется, упаковывается. То есть, это на самом деле сумасшедшая сложная вещь. Мы смеемся почта к почту, а тут вот, если такие крупные логистические центры будут появляться, и особенно, что приятно у нас в Казани, мы ведь получим от этого немалую выгоду. То есть, жители Казани и вообще Татарстана будут получать международные почтовые отправления гораздо быстрее. Да, конечно. Потому что мы сразу с логистического центра будем их забирать в наше почтовое отделение. А, допустим, жители там Марийской республики, Чувашской, Удмуртской, они еще должны довести до себя это все дело. Ну да, то есть, будут магистральные маршруты курсировать между этим логистическим центром и нашими республиками, которые мы будем обрабатывать. И, соответственно, перевозка вся будет в контейнерах, уже рассортированная прямо до почтовых отделений. И поэтому уже в самих областных центрах на сортировку идет минимум времени. А мы думали, что все у вас уже плохо. Ни в коем случае. А оказывается, у вас все хорошо и становится все лучше, что особенно радует. Ну да. Ну и те проекты, которые Почта России сейчас развивает, это и адресное хранение посылок внутри почтовых отделений. Это центры выдачи посылок. Это модель корпоративного обслуживания. Это смс-информирование клиента о том, что посылка ему пришла. Это доставка мелких пакетов на дом по желанию клиента. То есть почта все больше и больше поворачивается клиенту лицом. Ну да, потому что стоять в очередях в почтовых отделениях никому не хочется. Я хочу в заключение поздравить вас и всех ваших сотрудников все-таки с Днем Международной Почтовой Связи. Праздник есть праздник. И Россия является одним из самых старых участников Международного Почтового Союза. Да, 141 год. 141 год. Это серьезно. Я думаю, что при таких замечательных перспективах, которые мы сегодня с вами обсудили, остается только пожелать вам всем процветания. И чтобы нареканий к почте не то чтобы стало меньше, чтобы их вообще никаких не было. Потому что совершенно новые горизонты, новые вообще какие-то идеи, новые направления. Это все очень приятно. Тем более, что все это будет помогать нам просто удобнее и лучше жить. Спасибо огромное. На самом деле я и оптимист по натуре, и я считаю, что Почта России в скором времени будет иметь совершенно другое лицо. Не архаичное, а молодое, современное. Ну и чтобы наши клиенты всегда были довольны обслуживанием на почте. Это мое единственное, наверное, желание, о котором я каждый день говорю. Спасибо, Регина Викторовна. Спасибо вам. Спасибо вам. Сейчас небольшой перерыв, после которого мы поговорим об окончании летнего концертно-фестивального сезона в Казани и о планах на следующий год. Наступила осень. Пора подводить итоги летнего концертно-фестивального сезона. Моя гостья Инна Городецкая знает об этом все. Она одна из тех, кто делает культурную жизнь нашего города непредсказуемо разнообразной и уникальной. Итак, продюсер творческого объединения «Джайв Групп» и в то же время доцент Казанского технологического университета Инна Городецкая. Инна, мы уже вошли в глубокую осень, на улице холодно. И самое время подвести итоги летнего сезона. Все-таки вот та деятельность, которой вы занимаетесь, она носит несколько сезонный характер, правда? Вот что у нас вот в этом сезоне, в летнем, фестивально-концертном, как я это называю, вот произошло такого интересного, необычного, ну, собственно, вы все время радуете нас чем-то необычным. Вообще, вот могли бы вы рассказать, что было в этом сезоне? В целом сезон был очень насыщенный. Я бы даже сказала, что у нас немножко публика перекормилась хорошими мероприятиями, потому что я даже по себе сужу на те мероприятия, на которые обязательно бы пошла в какое-то другое время и в другое лето. В этом году уже, ну, не пойдем сегодня на этот замечательный концерт, пойдем завтра на другой замечательный концерт. Инна, вот вы занимаетесь уже много лет организацией фестиваля Кремлен Лайв. А кроме вот фестиваля, какие еще проекты? Я ведь понимаю, что вы являетесь одним из руководителей вот этого джайв-групп. Концерты. Мы делали серию концертов в большом концертном зале. Вы кого-то приглашаете извне? Или это наши, казанские исполнители? Ну, вот та серия концертов, которую мы делали, она называлась «Восходящие звезды современной музыки». Мы приглашали исполнителей со всей России. Это были молодые, но уже заявившие о себе исполнители. То есть это не общепризнанные звезды. Понятно. Надо разделить на две части, я так понимаю, вашу деятельность. Кремлен Лайв – это сугубо некоммерческий проект. Кремлен Лайв, да, это некоммерческий проект, это для души. Для души. А вот ваш продюсерский центр, это уже коммерческое предприятие? Продюсерский центр, да, это коммерческое предприятие. Мы организуем коммерческие различного рода праздники. Ну, и все-таки основной вид нашей деятельности, мы даже чаще говорим о нас не продюсерский центр, а творческое объединение. Инна, вот я еще хотел вас давно спросить. Вы ведь по основной специальности психолог. Да. И вы доцент того, что у нас всегда называлось «Кахты». Да, сейчас это Национальный исследовательский и технологический университет. Вот как совмещаются в вас эти две разные ипостаси? Вы преподаете психологию в университете, да? Да, я преподаю психологию, я там являюсь руководителем дополнительной программы по психологии. И, честно говоря, вот отвечая на ваш вопрос, я обычно своим студентам говорю, если вы изучаете психологию, то где бы вы потом ни работали, вы будете работать по специальности. Ну да. Вот со мной именно так и получилось. Поскольку моя сфера – это социальная психология, мне было всегда интересно, как среда воздействует на личность. И именно в этой связи и мои эксперименты в творчестве, и в нашем фестивальное движение, потому что я всегда думала о том, что существуют ведь на земле города, где как бы всё пропитано культурой, всё пропитано творчеством. Ну да. Это, например, та же самая Флоренция в своё время, в эпоху Возрождения, где умудрились и Микеланджело, и Рафаэль, и Леонардо в одно и то же время творить свои шедевры. Это вы как-то нескромно замахнулись. Мне хотелось посмотреть и попробовать у нас в Казани, ну, поучаствовать в создании некой такой среды, где будет комфортно чувствовать себя творческим людям. Понятно. Какие-то планы на следующий год уже зреют? Да, конечно. Мы обычно свои планы обсуждаем с нашим замечательным президентом Игорем Михайловичем Бутманом. Сейчас как раз приступаем к обсуждению программы. Мы надеемся, что наш фестиваль, я имею в виду Кремлин Лайф, предложит что-то интересное. Я, честно говоря, не очень люблю говорить о планах, пока они ещё не исполнены. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Да, мы живём в очень интересное время, всё меняется очень быстро. Единственное, что я могу гарантировать, что обязательно будет что-то новенькое. Ну и потом мы ребята амбициозные, мы любим масштабные проекты. То есть вы замахнётесь на что-нибудь такое серьёзное? Пригласите каких-нибудь невиданных в Казани гостей? Ну а почему бы и нет? А вот интересно, фестиваль Кремлин Лайф, он как-то границами жанра музыкального ограничен? Или там могут быть любые музыкальные жанры? Вы знаете, мы когда задумывали его, мы как раз-таки даже прописывали в концепции, что это фестиваль мультижанровый. Более того, он даже не совсем музыкальный, потому что у нас там были и арт-проекты, и есть такая ежегодная у нас практика делать фестиваль в фестивале. То есть, например, однажды у нас был фестиваль уличных театров в рамках нашего фестиваля. Потом мы делали очень интересный проект с дизайнерами, когда и модные показы, это ведь тоже современное искусство. И кинопоказы у нас устраивались в рамках Кремлин Лайф, и стихи читались, были такие политические, поэтические слэмы. Так что это то, что касается других жанров искусства. А в музыке, поскольку фестиваль продумывался изначально группой энтузиастов, и эти энтузиасты так получилось, что любят джаз, то, конечно, джазовая направленность, она прочитывается. Да, прочитывается. Ну и то, что Бутман является президентом. То есть, венский филармонический оркестр слабо привести? Я принимаю эту идею, мы ее обдумаем. Ну, во всяком случае, у нас оркестр был уже, симфонический оркестр на Кремлин Лайфе выступал. Казанский оркестр романтика тоже было очень здорово, очень интересно. Мы посотрудничали, поэтому почему бы не привести венский филармонический, все же зависит. Дорого по делу. Да, все зависит от того, какой будет бюджет. Ну что ж, спасибо, Инна. Было очень приятно услышать о том, что в наш коммерческий век есть еще люди, которые занимаются просто, ну, такой общественной деятельностью. Можно так это назвать, наверное, да? Вот, и доставляют радость нам. Ну, в общем-то, специальные проекты. Да, и, так сказать, радует главное что? Вход бесплатный. Люди приходят и просто слушают хорошую музыку. Ну, это принципиально было сделано. Да, это очень важно. Да, это принципиально. Спасибо вам. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо вам. Ну, вот, собственно, и все, о чем мы хотели сегодня вам рассказать. Удачи вам. И до встречи в следующую субботу. До встречи в следующую субботу.